всем привет это вторая серия нашего нового формата под названием пробная поездка в двух словах объясню чем он отличается от наших обычных обзоров во первых здесь не будет новых автомобилей здесь в основном будут автомобили с пробегом а если и будет какой-то новый то это должен быть очень необычный автомобиль потому что цель этих видео в том чтобы поездить на машинах на которых я никогда не ездил и чтобы они чем-то могли удивить это не должно быть просто гражданские машины это могут быть машина с клевым тюнингом или с необычной историей с необычной внешностью и самое главное нам о них рассказывает сам владелец а мы не углубляясь в техническую часть просто с ним беседы и сегодня как раз у нас такой интересный автомобиль с необычным тюнингом встречать газель next итак ребят знакомьтесь это владимир владелец газели он немного стесняется но сейчас все нам расскажет здесь поверьте мне есть на что посмотреть потому что это не просто какая-то там газель для грузоперевозок а это прям проект первое вообще хочется чего начать ты вообще на ней чего-нибудь возишь груза как я все уже просто она выглядит так как будто она должна где-то стоять на выставках и типа на ней как будто уже ничего не возят да нет они ну принципе вообще вожу все и большой и маленькой и грязный и чистая короче работа в работе она она в работе дизель каменс 2 и 8 а я думал у тебя тойота стоит не автомат здесь есть нет другой машине был это на другой а я думал это про эту машину здесь дизель 200 лошадей прошитый и коробка спринтер мерседес 6 ступка и тойота не нужно больше но тебе на механике нормально не захотел то в этом все все вот эти детали где это вообще тюнинг берете все на заразе я видел что у вас там много сколько трое или четверо да да нет их много на самом деле машин только именно next а почему-то не и бизнес и просто не замечаешь но может быть они не такие привлекательны потому что я вот у тебя цвет в интернет цвет решает но конкретно эта машина я вообще сначала думал что она перекрашена завода завод а те вот черно-коричневым по мне видел они но тоже тюнинг какой-то есть но да 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 все везде заказывать все везде продается когда они его везде у нас в этом владимире там нижнем да и везде вот этот металлическая все везде как бы лазарем здесь сараты выпилили меня лады на двухсторонний придано двухсторонний . все нержавейка и обычно как минимум и вот это все тоже да все это да все это на лазере все это заказ оптику я смотрю это делал сам или это завода ли мне все сам светодиоды ну как сам отдавал мне делали но вообще в этот проект если это конечно не секрет сколько вообще ушло времени людей времени и денег например на время ушло где-то три с половиной четыре года будет вот ноябре и как она у меня четыре года но ушло ну где-то пару миллионов по боли даже офигеть вот это вот и больше меня всего интересовало почему типа не газы и газели они какой-то там mercedes 3 уже самую возьми вот почему там допустим приоры какая-нибудь на марку приору тоже вкладываю на интересные машины просто и занятие просто интересно просто ты их ну типа из газели сделал комфортно машину для себя я думаю она и всем привлекает ну да если честно ее в городе все на ребят я уже не раз рассказывал вам о российском производители автомобильных фильтров northfield который выпускает качественный фильтр на все известные автомобильные марки включая новый китайский если вдруг вы находитесь в поисках расходников и не знаете где их приобрести ссылку я оставляю в описании а мы продолжаем диски алюминиевым на заказ делались здесь саратов нет ну они в китае делались москве покупал ребята высылали мне эта штука это отдельный колпак это все отдельно до колпачки просто всегда интересно было чуть значит тип когда просто как она едешь она просто блестит привлекает кстати вот этот кузов тоже интерес это база вермин спальник да мне не это сиденье это фермер есть спальника есть чистое сиденье она получается 7 местные есть спальника у меня чисто фермер и а вот эту штуку сам удлинился или она уже завода завода про выхлоп чё расскажешь выхлоп вообще необычный ну вот ему уже три года как бы ходит радует вот эта штука нагревается рука терпит терпит как бы спокойно и ложишь терпит терпит но здесь все по уму тебя сделано гармошки все ходит там звук уже посмотри ну звук конечно есть два бака это завод или сам поставил сам поставил 100 140 120 200 частоты как декор сделал думал думал что придумать как декор сделал но стильно на самом деле вот куда ни глянь она везде аккуратно и новая чистый потому что мой каждый ухожу чего-то не то сразу меня это мувальник то есть ты вода подошел у тебя здесь мыльницы 1 насыпал ферри помыл руки закрыл то есть и все офигеть ну сушки нету брат ну как-то можно без нее как-то можно и запаски вот это еще один здесь по чехлом колеса запасные даже вот эти чехлы только одни чувствует ну да двух сторон тематика венома почему веном да к номерам не про номера у тебя эти же были да это и к ним вот эта тема просто нравится еще при чем там тоже там старый веном впереди а у тебя же раньше это здесь да я поменял вверх на роликах открывает открыть да если можно то есть эта фишка для того что фонарики отключать берешь вот эту штуку это прикладим тонн она снимается понятно держала а вообще для чего так разбирается но это краном грузить а поставили там без разницы она также закрыл я такое далеко не у всех да есть ну не каждый просто они думают что мне это не нужно а на самом деле это очень это очень нужна вещь фаркоп есть прицеп фаркопа зацепляешь есть прицеп кто-то куклу сюда вешать и венома до его сломали вещами уперлись поломали брус нижнем заказал брызговик в волгограде вот мне на заказ сделали фонари китайский по-моему брал ты присылаешь картинку примерно размер размер чего хочу и они делают изготавливать необычно брызговик без него конечно на грузовике лучше не ездить да она некрасиво смотри сразу другой даже вот с ними уже не то а вот это что за штука это ящик но там типа инструмент его так вот учить на ты тоже стану да да ремни закрывает все как положено ну да вот это заводской бак или наоборот заводской 60 литров здесь просто увеличенный 140 алюминиевый тут какой-то темный а тот черный просто раньше здесь черный был этот сгнил я купил сюда алюминиевый сейчас жду тот сгниет куплю дали просто он денег стоит алюминиевый 40 тысяч почти 40 от полировать его так вот сделал 40 тысяч подушки стоят пневмо пневмо достать ты ставился ну да а как они работают но она не как там как ты думаешь что приори отпустили на я понял что ну да рессоры и до подвески подушка нем для чего это нужно что больше груз ну чтобы она не садилась сильно низко потому что равно когда грузишь брус низко не дай бог согнешь чтоб ровненько было сюда у вас прям есть какое-то общество где тюнинг это делать есть даже не то что общаясь вся российская группа я стоял и ты вне головы на и газели я в тик токе увидел что что это популярно когда у тебя там в тик токе сколько 1100 подписчиков да не это мало ну что-то там просмотрами или просмотр было там по 3 по 4 миллиона ребята эта информация для тех кто в ближайшее время планирует приобретать автомобиль но не лежит душа китайским машинам бывает такое если вы рассматриваете автомобиль из-за границы не знаете в какую компанию обратиться могу порекомендовать вам компанию автосендер ребята работают исключительно только по договору только через банк это важно для того чтобы сделка была безопасная ссылку на автосендер я оставляю в описании ребята привозят автомобили из китая японии кореи поэтому каждый сможет подобрать себе автомобиль по душе а мы продолжаем сушу долю сидели эти мерседеские воздухозаборники а 213 мы такое видели недавно в гелике но чувак ставил подсветки все с подсветками все пересвет полностью делал каждой кнопки а как я думал у тебя автомат с таким селектором а это это от фаркопа сделал эту голову отдел от ресивер колеса качать можно может убивикать пробу ты бы предупредить ну нам еще есть парочка таких вот типа я использую я вот так пусть беру потом переключаясь во дворе вебаста давайте вебаста автономка есть кондиционер есть автономки что такое автономка и спать ложишься как бы у тебя салон как печка да просто отопляется тишине и все круиз на ней уже но по это завода автозапуск там да все все сам до перетяжка вот этот полностью все кожаные шторки эти шторки от прям положено чтобы были солнце да то что ну и солнце да и так для комфортно тонировку у тебя тониров ну такая быстросъемная это быстро на пластику жестко я даже не я думал от типа этот от армия но под ней хамелеон под этой пленку на звук я смотрю да у тебя музыка 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 хорошая да но видно даже не будем пробовать потому что видно что она мощная сабвуфер да здесь 2 а где они сзади вот два динамики все вижу но музыка по вам у тебя и на той было да без музыки без музыки скучно есть сколько-то мне на ней в месяц примерно проезжаешь тысяч пять да и бывает 10 12 месяцев вот получается она у меня будет через два месяца и будет четыре года триста шестьдесят тысяч на не поскольку ходит вообще вода недолго ходит просто я этого капиталил ее потому что я же и не новый был 200 тысяч ездил вообще не загадал потом откапиталил и все езди пока это вот все фестивали она это вот этот фестиваль этот год этот год то моя наклейка выиграл в этом году первое первое место том году второе а чего не дают за первое место до кубки бейсболки футболки на празднущи символически там люди просто ходят вокруг твоя машина очень много надо рассказывать окне и там люди подходят лакс камер фотографируются с ней там снимают ну там гораздо много там что-то по моему за выходные уровень 5000 прошло людей ну прилично люди приезжают там со всей россии чтобы туда погулять по машинам но там разные на там уже интересно там уже и фуры и большие грузы там у каждого своей категории вместо мало сзади ну да нормально если честно смотри я сижу даже не упираюсь три человека здесь свобода а здесь четырехместные дано за сзади 4 до и спереди со мной 3 ну если при желании вот один ты наверно тут и может я прям спокойно ложусь вытянутым ногами так она не раскладывается не но есть такие которые уже раскладывать на там надо музыку переделать а так есть вот спинки отпускается полностью диван это вообще тогда видишь я же не ездит далеко есть бы я ездил я бы еще может делала люка ты ставил нет завода эти маски просто да просто едешь они обликует иногда знаешь разговариваешь едешь разговариваешь с ними иногда когда скучно едешь с работы 12 час 2 ночи надо заехать в любом через мойку если награды помыть ее ну да там ехать домой а иначе там без разницы в 65 вставать я в любом случае еду через мойку сначала мою машину но это надо любить просто машину потому что уже как бы забрасывать не вариант как бы все знают но это да мне даже все говорят блин ты на ней вообще едешь она у тебя все время чистая вот я и грязь она мне всегда чистая как будто и складывается ощущение что ты не я даже еду по улице раз вижу там кто-нибудь полил дорогу есть которого давать я через пробку на соседней улице поехал твои шпотки с каждого ты лужи не стоять когда ее приобретал не думал что это будет проект вообще не думал просто пошло пошло тут чуть-чуть там чуть-чуть а потом что-то это так все разошлось тут уже на соревнованиях а тут уже раз ну а по сути тут уже нечего ставить ну как бы уже думаешь все все сделал ну вообще уже нечего же дальше колхоз будет зачем-то новый нарисовать музыку переделал наш другая стояла многофон переставил другой поставил из-за того что машина такая яркая полиция часто становлю или они привыкли да но они уже привыкли ну все с позитивом относится с радостью когда еду ну некоторые есть конечно у кого там это ну их везде есть такие но это да но так сильно из-за того что привлекает внимание лишнего нету того что все пробуем удобно да сделано там что ботинки может поставить но там можно еще планку убрать и ботинки вообще туда заходит там под ключи есть типа бардачок да ну чтоб тебе удобно было да ладно наоборот хотелось прочувствовать ну так она мягко с достаточно входит а вот тут до 2 на это нам привыкать не я-то привык расход 12 6 не такой уж и большой для такой машины да а у него без разницы груженный пустой принципе у него расход плавают от того что как-то едешь с какой-то типа есть и будешь там 80 90 ехта мне ваще до 10 по 2 вот так дай гаду тормоза резки у нее резки до тормоза резки отчет я вам с вакуум переделывали меня они должны ли кого-то кинтермозят я по первую уезжал сиденья все-таки сниму пока что непривычно а вот так вообще прям удоб слушай мне комфортно и вообще нет какого-то я думал сейчас будет тупешка а я вообще даже 120-130 даешь он даже не чувствует скорость как на обычной машине принц ты газу может давать побольше да ну не настолько уж как на обычный мне приборка очень нравится вообще все вид ты там сам доставил я отдельно или я пересвет только заводской чисто пересвет здесь все зеленый завод завод идет чего каменцев болезнь она пятую скорость все время это рвет и а коробка еще дорого стоит но сейчас на данный момент и ставить это смотря опять какой там диск у меня мерседески сейчас уже разные фордовский там газели ски у меня мерседески медкомплект стоит по моему месяцу ваша 400 тысяч это очень много и автомата на него она этого стоит но поняла ты хотя бы поставил у тебя нет такого что тут думаешь 5 там отрегнется или нет как бы ты едешь и не думаешь у тех заводская 5 мая проблем и проблем на 5 потому что мы очень много и и там шестеренку сразу девочек базанов и и прям ее сразу же вот люди даже здесь пищи меня есть пищи меня я сам даже я вот 160 тысяч проехал не делался потом раздел за 40 тысяч я еще три раза сделал до 40 тысяч не держала потом я да я купил все спасал мерседеску вот уже 120 точно не прошел как бы ничего просто я знаю что такой автомат как бы у меня есть выбор да уже я до этого уже был у меня автоматы такая была потому что как бы у нас никто их не делать если сломался это все автомат как правило он перегревается как ни крути потому что если даже ну да она а кто тебе будет делать за кем бегать ну да ну короче говорят ты вот поездив и на том и на том в пользу механики позже дизель и я вообще дизель и механики я раньше просто у меня с тойота была у меня друг тоже челябинска там он все это тойота хотел себе ставить вот на толк белую да и он поставил сейчас он жалеет что он поставил отдал миллион а сейчас он все-таки купил газель на каменце и тоже будет мерседеску ставите также есть на китайцы не хотят перенее не но на какие там у нас были в ряд фотон солерс я не знаю ну как бы пока есть они а там не знаю можно было бы взять новую машину как новый проектом другим цветом уже чтобы заново начать как бы интересным потому что здесь много было вложено недоработок ты взял вот эти взял черные мне через две недели не понравилось черная она слилась я взял серый то есть эти убрал купил другие как бы и таких много сидений у меня были бмв сидений были от автобуса пришел к родным обратно в итоге в итоге оказались меня я уже попробовал уже мне их не тебя денег деньги-то ушли как бы там немало ушло но ты также продаешь там в чате но уже меньше уже сумму-то дешевле как а плюс ты отдаешь работу там переделать там перевали там как бы тоже денег стоит кстати босиком кайфовый я я думал всегда что это сложно оказывается вообще не это приятно еще и кожаные педали на неприятные даже сажусь на другие машины я думаю блин как ты просто знаешь как едешь на вот на каком-нибудь я не знаю митсубиши аутлендер приятная машина на самом деле я вот пожар спор чуть такое вроде большая а вроде можешь ездить на ней вот так она и едет хотя бы да да вообще хорошо едет она намного такая более оборотиста чем там даже вот мой volkswagen хотя у меня легковая а это грузовик здорово все так много внимания да я уже знаешь как бы даже это уже на автомате заедешь тут повеликал там под видео делаю они могут это просто секретный гудок не знает собачили слетит а так они вообще не гниют у других но крылья пластиковые капот металл ждал остальные от сильно вот это все остальное металл вот здесь наверно да гнила на якобы оцинковка я не знаю там вверх уже так достаточно уже нормально он подгнил уже я думаю года два уже здесь крыша не будет другой проекте учить как раз будет пластиковые ставится такие знаешь во весь рост стал и пошел вот так получается если новая ты прям она отсюда и туда на вот поэтому фонарь режется и вот такой купол вставляется и там там получается там также будет сиденье как у поезда вот так вот будет спалка вот так складывается это на весь рост встаешь и идешь а вот тогда да понял она там они я уже узнал там в районе там 250 300 она стоит ну вы это лучше чем ее делать да конечно смысл очень сразу сделать сейчас мы ребят много уже тут так сделал поставил прям очень довольно много людей как бы это не звучало но ждем когда сгниет причем мы везде на море на ней семьей ну да и вообще используешь везде вообще везде на рыбалку да вообще просто вот у меня стоит легковая там как бы она не очень не ездил она у вас уже как как семейный автомобиль я даже не знаю как с чем как ее правильно назвать допустим вот вчера я видел свадебное видео у вас и она там всегда есть интересно когда проектом как часть твоей жизни ну много ездишь другие города много-то узнает везде пишут фотографируют везде причем не то что там куда бы ни поехал везде меня встречают фотографируют хоть и ожидали будет здесь я тебя точно не ожидал увидеть вот так все говорят но удивляется все да даже гаишник когда едешь до нибудь в другом вообще городе они вот так вот так смотрит смотрит вот так не в принципе не только они все так кто-то догоняет бибикой там пальцы богатым но я уже убедился на этом сам пока сейчас проехал сколько три человека минимум посигналил помахала пока снимаем уже твои подписчики подъехали я просто должен был поехать за обычный газель там ну тоже next там трехместные обычная дым дай в нижней залезу я должен был утром уехать в 6 вечера в нижний залез и она вылезла я прям за за ней поехал забрал с пробегом 100 где да ну якобы там 63 тысячи якобы там кавычках но я думаю 1200 но так незаметно так ребят мы в общем решили все-таки дождаться вечера и поснимать машину вечернее время потому что ну здесь есть что показать встретились еще раз владимиром кстати сейчас пока его супруга еще не пришла скоро она придет принесет нам кубки и от вот этих фестивалей покажем вам в общем награды которые он заработал что включаем такая она эффектно вот особенно вот так сзади если смотреть здесь все подсвечивается вообще все камин с турбодизель все дела это ты сам тоже до поставила чтобы все знали что за а чё ты говоришь еще хочешь здесь подсветить а веном да вот это да еще хочу веном как камин сколько веном там тоже он должен светиться в салоне здесь все в синим стиле как мы и выяснили еще сегодня днем подсветка в дефлектора здесь в ручках кнопки стеклоподъемников все синего цвета здесь прикольно даже бардачок подсвечивается это лучший малый коммерческий транспорт 2023 его 23 это тот год это этот год но это третье место 2024 год и первое место 2024 ну это сова это пенза у них свой пензи фестиваль да а ну и включен журнал принесло о приют журнал авторевью там там внизу там конца не дед сейчас где-то здесь это тот год журнал вот трак дэй владелец этой тонированный газели next владимир из энгельса а это этот год уже здесь уже побольше да там уже это же саратова или нет это челябинская группа похоже да да и друг но мы с ним общаемся на токи раньше познакомились года три назад но все равно цвет решает белая не должна хотя вроде все тюнинг поход стопу выхлопа немножко отличать клево а эти кубки вообще они чего-нибудь дают да нет чисто так для себя но каких-то денежных призов не дают они да за участие красиво выглядит но это там по грузовикам а типа большой транспорт было 30 тоже неплохо такой вот у нас получился ролик ребят интересная машина интересный человек владимир наш сосед бывший честно говоря вот как он не ожидал сам что эта машина принесет ему столько удовольствия плюс еще и столько внимания и даже некоторые известности потому что в кругах газелистов его знает так и мы не ожидали что нам действительно понравится эта машина и что вот это то что казалось нам там сдалека каким-то странным можно сказать там я не знаю какой-то яркой слишком эпатажный и дни слегка заколхоженную машина оказалось очень даже прикольные проекты и это действительно проект и он с определенной душой с определенными целями и уже есть куча призовых мест и за вот такие вот старания и труды уже не раз эта машина была награждена кубками которые вы видели в этом видео ставьте лайки пишите комментарии напишите понравился ли вам вот этот проект вообще в целом история владимира и нравится ли вам этот формат или нет всем пока